МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Героям сегодняшней программы я решила сделать баклажан. Почему? Да обидно мне за эту культуру диетическую, высокопитательную, очень полезную для нас людей, особенно для пожилых людей и для детей. Обидно, что все меньше и меньше мы стали выращивать эту культуру. Вот приходят ко мне мои соседки. Говорят, не надо нам баклажан, на них жуки колорадские. Господи, какой прекрасный выход из положения. Накрыть баклажановой грядки с панбондом номер 17 на все лето не будет ни жуков, ни вот этой беды, которая сейчас оставляет нас от всех видов посленовых культур, а не только от баклажанов и от помидоров. И не будет, если не накроете грядку с панбондом, не будет у вас картошки, не будет у вас перцев. Выход один. Накройте грядки с укрытым материалом. Только после этого можно все их выращивать. Итак, если вы закупите в течение зимы с панбондом номер 17, то никаких проблем для выращивания этой культуры у вас не будет. Вторая причина, по которой мало сажаем баклажаны, невкусная баклажановая икра. Никто не ест, и у меня так было много лет, пока не дала мне замечательный рецепт. Из баклажана, помидор, очень много чеснока туда нужно положить. Мариночка Перина, большое тебе, дорогая моя, спасибо. Я решила этот рецепт опубликовать в своем февральском номере журнала, так что покупайте семена баклажанов, выращивайте, а по осени сделайте этот рецепт. Уверяю вас, кто бы ко мне не приходил, сразу открываю банку вот этих вот баклажанов. Очень вкусно! Так, ну а теперь немножко, несколько слов об агротехнике выращивания баклажанов. Начну с того момента, когда баклажаны высаживаю в открытый грунт. Вот уже три года, как я перестала выращивать баклажаны в теплице, там очень много инфекций накопилось, там очень много опаснейшего. Грибка, очень мелкого грибка, самого мелкого изо всех видов вот этих вот патогенных грибков. Хузария называется. Мелочь пузатая, которая не дает развиваться в первую очередь огурцам, листья вянут, и баклажанам. Конечно, и помидорам тоже от него достается, но вот этим культурам в первую очередь. Воевала-воевала, поливала-поливала, но кому охота есть овощи, политые ядами. Думаю, ну а если я это место сменю их выращиванию? В открытый грунт пересадила, и красота! Там больше всего оборота можно достигать, чем в теплице. Никаких проблем! Итак, сделали лунку, положили туда одну горсть биогумуса. Вот я в этом году сажала перцы в открытом грунте и баклажаны в месте, где росли 30 лет заросли дикие вишни и сливы, выкорчевала их, сожгла, зола получилась, я на это место разнесла, и вот на это место высадила эти культуры. Тогда уж в луночку по две горсти не пожалейте, положите биогумуса. После этого надо землю замульчировать. Подхожу к очень моментам важным, именно для баклажанов. Тут есть небольшая хитрость. Им нужна теплая почва после высадки рассады в грунт, поэтому горячей водой полейте лунку, а потом сажайте в нее. И тут же надо закрыть, замульчировать, чтобы тепло не уходило. Закройте какой-нибудь прозрачной пленкой или старым спонгондом, сложенным в несколько слоев, чтобы земля, нагревшись за день, не отдавало это тепло быстро ночью в открытое пространство. Укройте землю, замульчируйте ее. Лучше бы делать двойной пленкой, продаются такие. Это так важно для баклажанов, вы себе не представляете. Убедилась в наличном опыте многолетней выращивания этой культуры. Мульча. Третья особенность при выращивании баклажанов – полив. Воды много, но так, чтобы не уплотнялась почва. И как же это вот добиться? Лето сухое, льем и льем воду. Нельзя. Надо сделать арыки. Если у вас нет, как у меня сделано, капельного полива. Милое дело, сначала прорывайте траншею на расстоянии 30 сантиметров от высаженной рассады. Через неделю уже на 40 отходите. Корни-то идут. Идут в сторону там, где у вас арык, там, где есть влага. А вы отходите каждую неделю на 10 сантиметров. И, отойдя от куста, через месяц на 50 сантиметров, оставляете арык так до осени, до конца вегетации баклажанов. Не обобрать будет вам баклажанов. Вот, посмотрите, окончательный результат, что у вас получается. Почва укрыта несколькими слоями у меня старого спонбонда. Идут арыки для полива между рядами баклажанов. И баклажаны кишат. Вот я вам показываю последний сбор баклажанов. В октябре месяце вот так их много. Как видите, кусты не посынкую. Я вообще перестала вмешиваться активно в жизнь растений. Пусть все растут, как хотят. И вот на пасынках столько ведь урожая получаем. В открытом грунте баклажаны не надо посынковать. Но в этом году у меня тоже на баклажанах появилась беда. Три дня назад соседи сказали, что у них погибают от паутиного клеща огурцы и баклажаны. Через три дня у меня ветерком южным принесло на паутинках. Они разлетаются моментально. И не помогло укрытие. Там была дыра сбоку в спонбонде. Конечно, подползли. Они в любую складочку найдут проход. Будьте внимательнее. Плотно закрывайте, пожалуйста, спонбонду. Ну и все. И моментальная вспышка. Спас вертимек. Он у меня уже три года был с собой. Одна обработка. Я не поверила себе. Препарат мало опасный. Треслит степень опасности. Не бойтесь. Одна обработка. Срок ожидания. Обращаю внимание. Всего-навсего три дня. И для тепличных растений. И для растений открытого грунта. Это чудо-препарат. Обработала один раз. И до конца осени. Сняла с 18 растений в открытом грунте 21 ведро. Достаточно? Достаточно. Итак, покупаем семена. Выращиваем эту культуру. И наслаждаемся ее вкусом. Для этого диетического продукта. Еще раз повторяю. Рецепт этого блюда будет в февральском номере журнала. Благодарить меня за него будете. А я Марину Пырину. За этот рецепт. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать в Самаре по телефону 972-70-95. А в Тольятти по телефону 22-57-89. Внимание, новинка. Жидкий биогумус. Здравствуйте, друзья. Продолжаем тему здоровья. Сегодня мы поговорим о том, какую воду мы пьем. Вода – это важный параметр качества окружающей среды. Мы предлагаем фильтр Геракл-аграфена, катридж которого сам запирается. То есть, когда заканчивается ресурс катриджа, вода из него капать перестает. Разработчики других фильтров используют в качестве сорбента активированный уголь. А разработчики аграфены – графит. Но не простой графит, а графен, который внутри себя связывает загрязняющие вещества. Ресурс такого катриджа с графитным сорбентом примерно 800 литров воды. Для того, чтобы заменить катридж, нужно просто выкрутить отработанный и вкрутить новый. Этот фильтр очищает воду даже из болота, лужи, речки или непроверенного родника. Он очищает не только от вредных примесей, но и от коллоидных частиц. Для того, чтобы убедиться, как графен очищает воду, сделаем эксперимент. И как эти два фильтра очистят, к примеру, газировку желтого цвета. Нальем газировку в обычный фильтр и нальем газировку в фильтр аграфена. И посмотрим, какой фильтр со своей работой справится лучше. Сравните отфильтрованный лимонад. В аграфене прозрачный цвет, а в обычном фильтре цвет остался. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы! Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Внимание! На работу требуется продавец. Справки по телефону в Самаре. 9 545 165 Итак, напоминаю, как мы в прошлый раз делали с вами почвенную смесь для выращивания посленовых культур. Это была огородная земля. Это была торфяная смесь. Мы взяли вот этой марки торфяную смесь. Когда вы покупаете торфяную смесь, загляните в ее состав. Вот здесь, сзади, на пакете он указан. Азота 250, фосфора 230, единицы калия 300. То есть почти все в одинаковой степени. Это норма для выращивания на первых порах рассады. Я мешаю свою землю с этим торфом наполовину. Вот он выходит. И смотрите, мы здесь видим, что сюда еще добавлен был перлит, кондиционер почвы, для того, чтобы не было корневых гнилий. Добавляется сюда речной песок часто. Часто добавляется вермикулит, но он дороже. Поэтому в основном производители используют перлит и речной песок, для того, чтобы почва была воздушнее и при поливах не уплотнялась, чтобы не было корневых гнилий. Теперь мы должны добавить вермикулит. Вот на этот объем торфа достаточное количество перлита. Но у меня же много добавлено своей земли. Надо ее сделать более влагой и воздухопроницаемой. Поэтому высыпаю сюда 2 литра вермикулита. Все перемешиваю. Вот для посева семян и этого было бы достаточно. Но кто сразу заполняет посевные ящики и выращивает рассаду в них до момента высадки в грунт, тот может добавить еще сюда и биогумуса. Биогумус – это навоз крупного рогатого скота, который мы прогнали через желудки дождевых червей. Получается капролиты. Так называется навоз дождевых червей. Самая бесценная и вкусная вещь для всех видов растений. Там есть все и для питания, и для обеззараживания растений. Там очень богатый состав полезных микробов, гуминовых веществ, кислот. А это стимуляторы роста растений. Поэтому не пожалейте, положите хоть немножко биогумуса сюда. Теперь хочу обратить внимание, в последнее время появились новые почвенные смеси для выращивания рассады и для более полного использования их в течение всего периода вегетации, то есть и летом. Я тоже себе два купила для цветов и для выращивания рассады. Посмотрела внимательно на состав. Действительно, производители этих смесей обещают, что здесь вообще нет минеральных удобрений, которые мы называем химией презрительной. Что сюда, к смеси торфов, был добавлен биогумус, червякомпост. Причем, в качестве еды для червяков брался не навоз крупного рогатого скота, не коровий навоз, а еще более ценный, конский навоз. Кроме того, сюда добавлен некий минерал диатомит природного происхождения, который используется как разрыхлитель для того, чтобы почва была воздушная, но который является не только кондиционером почвы, но вызывает гибель насекомых и слизней. Вот это я очень хочу проверить. Прямо вот этот вот грунт буду подсыпать под землянику, но там, где много слизней, под кусты с перцами особенно, потому что слизни очень любят перцы. В первую очередь поедают их нежные листья, а потом добираются и до плодов. Что, опробуем? Если это будет действительно так, о, я представляю, какая слава ждет вот эти новые почвогрунты. То есть наука не стоит на месте, все время движется, что-то новое для нас придумывает. Итак, надо ли добавлять вот к этим почвенным смесям еще биогумус, если там он уже есть? Да нет, не надо. Зачем? Содержание, вот я смотрю, азота маловато, а фосфора много, калия много. Это очень хорошо, особенно для цветов. Его очень хорошо будет вносить в посадочные ямы при посадке саженцев весной. Давать в качестве подкормки растениям во второй срок вегетации. Вы видели, что я каждое лето подсыпаю торфяную смесь под огурцы и под помидоры, чтобы свежие корни они дали. Вот эти вот торфогрунты будут идеальны для моложения кустов, томатов и огурцов. Ну а что касается посева семян, вот сейчас на первом этапе выращивания растений, вот в эти новые почвенные грунты, то я бы в них все-таки немножко еще добавила вермикулита. У кого нет денег на вермикулит? Речной песок. Вот и все. Ну вот наша смесь готова. И, кстати, она нарядная в горошек вся стала от вермикулита. Кстати, впервые мне что понравилось, я открыла вот эти новые мешки и оттуда не пахнула навстречу запахом хлора. Эта беда почти сопровождает все мешки, которые напихали дешевую химию. Вот здесь этого нет. Ну что, добро пожаловать к нам. Новый биопочвенный грунт для выращивания рассады. Компания Биокомплекс производит и реализует органические средства по уходу за растениями. Спрашивайте суспензию хлореллы в магазинах вашего города. Здравствуйте, дорогие друзья. Совсем скоро самый долгожданный праздник – Новый год. И подарки на Новый год могут быть разными. Я думаю, для наших дачников самый лучший подарок – это, конечно, семена и все, что нужно для рассады. Это почвогрунты, удобрения, химикаты. Если вы сделаете бабушке или маме заядлому дачнику такой подарок, к Новому году это будет самый замечательный подарок. Выбираем семена. Петуния, конечно, обязательно, особенно махровые сорта. Их редко можно купить. И поэтому только дачники могут покупать необычные расцветки петуни. Посмотрите, какая петуния. Очень красивые петунии. Это мы взяли. Здесь огурцы. Вот я говорю, если вот такой вам подарок сделать на Новый год, вы же обрадуетесь, если вот так вот корзину кто-то принесет? Скажите. Нет. Вот такой замечательный букет к Новому году. Посмотрите, вся новогодняя тематика. И шишки, и шарики здесь, и, естественно, живые цветы, орхидеи, ветки, хвойные. Такой вот смешанный букет к Новому году. Самый замечательный подарок. Это можно подарить и мужчине, и женщине. Самое главное, этот букет очень долго будет стоять, потому что здесь орхидеи, здесь у нас герберы. Вот такой яркий, красивый, замечательный букет. А эту необычную елку, я думаю, можно поставить в любом офисе, в любом торговом центре. И дома можно поставить. Эта елка будет очень долго сохраняться. Каждую ветку поставили специальную колбу, чтобы она долго жила. То есть все новогодние праздники, вот эта необычная елка будет вас радовать. И можно эту еще елку украсить живыми цветами. Здесь сейчас, посмотрите, орхидеи специально в колбочке. Они очень долго будут храниться и любой цветовой гамме, и придает особый шарм этой елке. Вот такую елку вы точно нигде не найдете. Она не повторяется, потому что разные цветы можно использовать. Самая необычная новогодняя елка. А елки новогодние могут быть абсолютно разные. Посмотрите, вот эти елки необычные, белого цвета. Они созданы руками. Каждый цветок здесь сделан вручную. И каждый год мы стараемся как-то особенно встретить Новый год и украсить свой дом. Наши флористы уже подготовили новогодние композиции. Они все абсолютно разные. Для гостиной, для детской комнаты, для праздничного стола. И вы можете сделать заказ именно той цветовой гаммы, которую вам нужно. Новогодние композиции смешаны из искусственных и живых цветов. Я желаю вам красивого праздника. А чтобы праздник был для души, было хорошее настроение, украстьте свой дом, офис, квартиру новогодними необычными композициями. А наши флористы вам помогут в этом. Магазины цветы садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними. Кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвогрунты, инвентарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова